Издательство «Манн Иванов и Фербер» представляет Энни Дьюк. Принцип ставок. Как принимать решения в условиях неопределённости. Введение. Почему эта книга не о покере? В 26 лет мне казалось, что моё будущее предопределено. Я окончила известную школу в Нью-Гэмпшире, где мой отец возглавлял английскую кафедру. Потом получила степени по английскому языку и психологии в Колумбийском университете. В аспирантуре университета Пенсильвании я выиграла грант Национального научного фонда, училась в магистратуре и приступила к докторской диссертации по когнитивной психологии. Диссертация была почти готова, когда я заболела, и мне пришлось взять академический отпуск. В итоге я оставила университет, вышла замуж и переехала в небольшой городок в Монтане. Конечно, гранта не хватило, мне были нужны деньги. Мой брат Говард, профессиональный игрок в покер, на тот момент был участником финального стола мировой серии. Он предложил мне сыграть в легальном заведении в подвале бара «Хрустальный салон». Атмосфера в нашей семье была пропитана соревновательным духом, мы обожали разные игры, и Говард несколько раз возил меня на каникулы в Лас-Вегас. Я наблюдала за его игрой и сама несколько раз сыграла по низким ставкам. В покер я влюбилась сразу. Меня увлекли острые ощущения от игры и возможность проверить себя. Мне предстояло многому научиться, и это меня радовало. Я хотела заработать немного денег во время вынужденного перерыва. Затем планировала вернуться в аспирантуру, а покер остался бы моим хобби. Этот временный перерыв обернулся 20-летней карьерой профессионального игрока. К ее завершению в моем арсенале были золотой браслет мировой серии покера, победы в турнире чемпионов мировой серии и в национальном чемпионате NBC по игре один на один. В турнирах по покеру я выиграла более 4 миллионов долларов. Говард получил два браслета мировой серии, пару титулов в чемпионате Hall of Fame Poker Classic, победил в двух турнирах World Poker Tour и выиграл свыше 6,4 миллиона долларов. Я ушла из науки. Но скоро поняла, что просто занялась другими исследованиями, наблюдая, как люди учатся и принимают решения. Одна полная раздача или рука в покере занимает около двух минут. За этот короткий промежуток я принимаю до 20 решений, и каждая раздача заканчивается конкретным результатом. Я выигрываю или теряю деньги, то есть сразу же вижу эффективность решений. Но эта обратная связь неоднозначна. Выигрыш и проигрыш — слабые индикаторы качества решений. Можно победить лишь благодаря везению, и можно проиграть при плохой раздаче, даже не допуская ошибок. Я не хотела терять деньги и подошла к вопросу серьезно. Я училась у игроков мирового класса справляться с удачей и неопределенностью. Наставники помогли мне понять, что ставка — это решение о неопределенном будущем. Такой подход позволил мне избежать многочисленных ловушек на пути принятия решений, более рационально использовать собственный опыт и скрывать эмоции. В 2002 году меня попросили выступить перед трейдерами и поделиться советами по игре, которые будут полезны в торговле ценными бумагами. С тех пор разным специалистам я рассказывала о том, как приемы покера помогают принимать решения в финансах, в стратегическом планировании, в работе с персоналом, в вопросах права и предпринимательства. Принцип ставок позволяет постоянно совершенствовать процесс принятия решений. Можно научиться отличать качество результата от качества решения, открыть потенциал фразы «я не уверен», освоить стратегии планирования, контролировать свои реакции. Мы можем участвовать в объединениях, которые поддержат наш интерес к истине, помогут отточить рациональное мышление. Мы можем научиться сотрудничать с нашим прошлым и будущим, чтобы более осознанно действовать в настоящем. Мышление по принципу ставок не сделало меня расчетливым флегматиком. Я совершаю немало ошибок. Промахи, эмоции, проигрыши неизбежны, потому что мы — люди. Но принцип ставок помогает мне сохранять объективность, точность, непредвзятость. Этот подход применим в разных областях жизни и серьезно ее меняет. И моя книга не о стратегиях азартных игр, а на том, чему научил меня покер, как осваивать новое и принимать решения. Жизнь определяется качеством наших решений и удачей. Главное — распознавать разницу между ними. И в этом суть принципа ставок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова